Они поют о том, как прекрасен русский север и песни центральной России. Республика Коми – это тысячи километров вдоль Меридиана, и традиции народа очень разнообразны. Ансамбль «Асьякеа» в переводе «Утренняя заря» сегодня на сцене Самарского театра оперы и балета. Артисты привезли композиции на родном языке. Академическое исполнение с национальным колоритом – одна из особенностей песен народа в Коми. Они более лирические, напевные. Но есть и веселые, шуточные, например. У нас Коми-язык, он как бы там очень много в одном слове. Иногда букву поменяешь, уже меняется смысл слова даже. Главная тема творчества – гармония человека и природы. Дремучая тайга и ледяная тундра перекликаются с сердечными переживаниями. Творческое направление основано на современном прочтении национального фольклора. Ансамбль «Асьякеа» впервые ввел на сцену народные инструменты Коми, исполнение близкое и понятное каждому. Какие-то моменты, они в любом случае схожи, как у вас в Самарской области. Без гармошки ни один праздник не обходился. Так и у нас на республике, на территории республики Нашей Коми, без гармошки ни один праздник не обходился. Мы показываем и север нашего края, и южную территорию нашей большой, огромнейшей республики. Ансамбль «Асьякеа» связывает с Волжским народным хором многолетняя творческая дружба. Многие композиции они исполняют вместе, принимают друг друга хлебом с солью в гости и поддерживают в самых лучших традициях. Концерты даем совместные, мы песни поем совместные. Мы вот, в общем-то, даже вот вчера у них был концерт в Тольятти, мы тоже к ним туда ездили, как к самым близким друзьям. И уже в ближайшее время состоится ответный визит. Волжский народный хор отправится на гастроли в Сыктывкар в конце марта. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События.